приветствую вас мои дорогие зрители с вами евгения таро и сайт mag expert.org и сегодня я хочу предложить вашему вниманию гороскоп таро на декабрь 2018 года для всех знаков зодиака и так весы дорогие мои любимые давайте вместе посмотрим каким для вас будет декабрь 2018 года карты я уже перетасовала но давайте еще немножечко их перемешаем вначале я разложу сам расклад а потом буду давать вам более подробную трактовку выпавших карт и так каким будет общее настроение этого месяца для вашего знака зодиака выпала карта мир судя по всему настроение будет очень и очень праздничным и гармоничным давайте посмотрим что будет происходить в личной жизни здесь вы какие-то надежды будете исполнять а в работе как дела будут обстоять ну ваша карьера будет зависеть от некоего короля мечей финансовая тема тотальный успех поздравляю а здоровье не подведет не подведет паш жестов здесь выпал и последняя карта вам на удачу карта совет здесь карта десятка жезла выпала она говорит о том что те трудности которые у вас будут в этом месяце преодолимы вам все по плечу ну а теперь давайте будем смотреть каждую карту более подробно карта мир выпала как общее настроение и ассоциируется у меня с песней я свободен словно птица в небесах действительно эта карта свободы такого ощущения как будто перед тобой открыты все двери все дороги никаких препятствий на все 360 на все четыре стороны это тот момент в жизни когда ты понимаешь что уже вырос из старых штанишек и пора покидать тесную скорлупу и выходить в мир себя показать других посмотреть пришла пора раздвинуть рамки рамки своих прежних ограничений и выйти из старой зоны комфорта отправившись на встречу чему-то новому эта карта путешествий чего-то за гранью стало быть путешествие заграничных также это путешествие в виртуальный мир эта карта часто обозначает интернет про мир еще можно сказать что вы на пороге каких-то новых открытий но у вас нет страха а только мир и гармония так что впереди у вас новые начинания новые проекты для кого-то это будет новое дело новый бизнес новая работа новые задачи а для кого-то это может быть и рождение ребенка как бы там ни было впереди вас ждет награда ведь главный образ на этой карте это лавровый венок и частенечко мир обозначает почивание на лаврах в личной жизни в отношениях выпал паш пентакли пентакли обычно обозначают стабильность в отношениях надежную связь и выгодное партнерство а пажи обычно обозначают детей или вестников которые приносят новости правда пажи еще могут обозначать незрелость инфантильность одного из партнеров если вы уже состоите в партнерстве если уже нашли свою вторую половину и хотите чтобы в вашей паре были дети то паш пентакли дает добро и говорит о том что время благоприятно для появления потомства вашей семье если дети у вас уже есть и вы не планируете продолжение рода в будущем то эта карта может говорить о том что именно дети являются главным звеном в ваших отношениях и вы с партнером собственно говоря все делаете ради них но бывают такие отношения в которых партнеры не планируют рождение детей и это может быть связано с тем что один из партнеров сущий ребенок и ведет себя немножечко незрело и по-детски а также эта карта иногда может обозначать материальные надежды которые можно осуществить в партнерстве в личных или романтических отношениях если же вы еще только в поиске своей второй половины то паш пентакли может обещать вам знакомство но пока только на уровне переписки обмена сообщениями ну или совместного похода в кафе или кинотеатр это пока что невинный флирт и робкие ухаживания но насколько перспективными окажутся эти знакомства покажет время король мечей выпал в позиции работы и карьер масть мечей всегда говорит об амбициях которые в свою очередь порождают напряжение и стресс а на этой почве могут возникать конфликты особенно если ваши амбиции и ваши устремления карьерные столкнуться с амбициями и желаниями некоего короля мечей правда если вы мужчина и смотрите этот прогноз король мечей может олицетворять вас и он может указывать на то что у вас достаточно сильный характер и вы способны занимать руководящую должность и ваш статус в этот период может повыситься но для этого вам нужно проявить твердость духа решительность и строгость и приложить весь свой интеллект и логическое мышление однако король мечей по моему опыту это своеобразная бронемашина которая к своим целям идет напролом и для короля мечей цели всегда оправдывают средства если вы по описанию понимаете что вы не являетесь королем мечей по природе тогда эта карта может олицетворять вашего начальника который может быть для вас достаточно строг но справедлив хорошо бы заручиться его поддержкой и протекцией гораздо проще это сделать если вы женщин иногда в некоторых случаях король мечей может олицетворять врага или соперника очень амбициозного человека с которым конечно же лучше дружить нежели враждовать а вот в позиции денег и финансов выпала шестерка жезлов карта успеха победы триумфа и обычно она обозначает что вы на коне что вы фавориту судьбы и благодаря вашим инициативам и активным действиям вы можете реализовать любую свою финансовую цель для этого у вас достаточно энергии сил напористости и целеустремленности шестерка жезлов это одна из карт скорости и она предполагает что вы не будете медлить не будете тормозить здесь все таки лучше давить на педаль газа чтобы не упустить момент и воспользоваться своей удачей также шестерка жезлов это карта дорог путешествий и командировок соответственно чем больше вы будете находиться в движении в этот период тем больше вы сможете заработать также возможно речь идет о каком-то путешествии связанном с отпуском и это то на что вы смело можете потратить заработанные средства а также это одна из карт транспортных средств если перед вами стоит задача приобрести или продать транспортное средство вы это сможете сделать в этот период с большой выгодой для себя паш жезлов в теме здоровья указывает на то что чувствовать себя вы будете прекрасно ваше тело ваш организм это как ваш верный преданный друг готовый вам всегда и во всем служить ну и вы к нему тоже должны относиться с благодарностью и с заботой масть жезлов всегда связана с физическими упражнениями поэтому для поддержания хорошего настроения и бодрости духа и тела желательно в этот период заниматься спортом легкой атлетикой ну или просто делать зарядку ну или двигаться под музыку если же вы задумывались о рождении ребенка то паш жезлов хорошая карта для осуществления этой задачи в этот период благоприятно зачинать вынашивать или рожать потомство чаще всего по этой карте рождаются мальчики если дети у вас уже есть и вы не планируете дальше продолжать свой род и рожать еще детей тогда эта карта может обратить ваше внимание на здоровье вашего ребенка но не бойтесь эта карта не говорит о заболеваний она просто подсказывает вам о том чтобы вы вместе с ребенком больше занимались хотели гулять дышали свежим воздухом и делали зарядку этого будет вполне достаточно для того чтобы чувствовать себя прекрасно и поддержать не только свое здоровье но и здоровье своих детей как карта совет или карта удачи здесь выпала десятка жезлов эта карта говорит о том что если в какой-то момент вы почувствуете что вам тяжело что вы устали что вам все надоело и хочется все бросить и бежать куда глаза глядят не отчаивайтесь это временно карта это говорит о том что вы достаточно сильный человек и господь никогда не дает непосильной ноши вы способны выдержать стойко любые испытания и в итоге прийти к своей цели также эта карта говорит об ответственности и обязательствах которые могут восприниматься как тяжкая ноша но на самом деле это ваша большая удача потому что это опыт который впоследствии будет очень дорого цениться я считаю эту карту картой трудоголиков людей которые слишком много работают это та работа которая приносит в итоге радость удовлетворение успех и материальное благополучие также эта карта может намекать на перемены в вашей жизни может обозначать и переезд а для некоторых эта карта может обозначать и разрешение от бремени что проявляется в рождении ребенка во всех перечисленных мною делах вам сопутствует удача благодарю вас за просмотр дорогие мои также мне всегда очень приятно получать от вас комментарии особенно добрые хорошие комментарии и конечно же для вас я подготовила небольшой сюрприз который заключается в том что я заговорила кнопочку лайк на удачу и каждый кто нажмет на эту кнопку у у того удача повысится в несколько раз ну что ж желаю вам удачи везения благополучия счастья любви и крепкого здоровья всем хорошего настроения пока-пока всем хорошего настроения пока-пока